Я хочу сегодня проповедовать это слово, и я начну с послания к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 4 глава. И давайте мы прочитаем с вами с 10 стиха. Здесь Писание говорит, не шедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Посмотрите, друзья мои, начинается это местописание, которое мы с вами прочитали. 10 стих. Не сшедший, он же есть и вошедший. Мы с вами читаем о ком? Об Иисусе, да? Он пришел, он умер за каждого из нас. И здесь написано, превыше всех небес, дабы наполнить все. Видите, когда мы смотрим с вами в Писание, мы видим, что Бог не хочет ограничиться только каким-то одним аспектом в нашей жизни. Он хочет изменить всю нашу жизнь. Аминь. Наполнить все. Когда Бог говорит о том, что Он хочет наполнить все, это говорит о том, что Он хочет не только спасти нас с вами, но и Он хочет спасти тех людей, которые нас с вами окружают. Аминь. Потому что Он говорит наполнить все. Здесь говорится, что Иисус, дабы Его жертва не была напрасно на кресте и на Голгофе, что Он не пришел для какой-то небольшой группы людей, для того, чтобы спасти их. Но Он пришел для того, чтобы наполнить все. Аминь. Когда мы с вами читаем молитву, молитву Отче наш, сущий на небесах, да? Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как... Как на земле, так и на небе, как на небе, так и на земле, да? Но посмотрите, Он молится о том, чтобы мы принесли то присутствие, которое есть на небе, чтобы мы принесли его на землю, чтобы оно было реализовано. Чтобы мы не так как бы, ну, сводили концы с концами, но чтобы мы на самом деле могли высвобождать Царство Божье здесь, на этой земле, вокруг нас. Аминь. Когда мы с вами смотрим притчи, где Иисус рассказывает притчи о Царстве Небесном, что мы видим с вами? Мы видим, что Он приводит в пример женщину, которая взяла муку, взяла дрожжи, которая замесила эту муку. И что должно стать итогом? Кто помнит? Чтобы это тесто, оно вскисло и заполнило все. Чтобы это тесто было способным окислить все, что есть рядом с нами. Посмотрите другую притчу, хоть это и не тема сегодняшней моей проповеди, но посмотрите другую притчу, где Иисус рассказывает о вере, которая сгорчичное зерно. И которая попадает внутрь нас, и которая взращивает нас, эта вера. Она взращивает нас, и мы растем с вами, мы процветаем с вами. Но итогом всего даже должна быть не наша жизнь, а итогом должно стать то, что даже птицы небесные могут вокруг нас прятаться, вокруг нас находиться. Вот она цель Божья. Аминь. То есть Бог хочет, чтобы мы настолько были наполнены им, настолько были наполнены его присутствием, его царством, чтобы мы могли наполнять людей, которые окружают нас с вами. Как часто в моей жизни были такие моменты, когда я с людьми встречался в первый раз, и они еще даже не знали, кто я такой. Они говорили, так интересно, что в ваших глазах какая-то радость, какой-то мир такой, такое чувство, как будто вы не от мира сего. Жили, когда люди проводили со мной какое-то время, и после этого говорили, ну знаете, ничего вокруг и не поменялось, но какой-то мир, какая-то вера такая пришла, что все будет иначе. Знаете, это самое лучшее, что мы можем слышать. Аминь. Почему? Потому что это говорит о том, что из нашей жизни фонит его царство. Не только там, знаете, хорошим парфюмом, или чищенными зубами, или умытым, ну там, помытым хорошим шампунем. Моемся? Нормально? Слава Господу. Но он хочет гораздо большего, чтобы из нашей жизни, чтобы на самом деле проистекало что-то большее, чтобы мы могли наполнить все вокруг. И посмотрите, что он говорит. Он говорит, вошедшие превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Скажите вместе со мной, к совершению святых. То есть святые находятся здесь для того, чтобы они могли совершенствоваться, для того, чтобы они могли возрастать. Не чтобы мы оставались на одном месте, но чтобы мы могли возрастать. Посмотрите, что он говорит дальше. Доколе все придем. Скажите вместе со мной, доколе все придем. Простите меня, что я прошу вас повторять, но я хочу, это для нас с вами, вы не для меня это повторяете. Скажите еще раз, все придем. Смотрите, в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Смотрите, что он говорит. Доколе все придем. То есть не какая-то определенная группа людей. То есть когда я слышу об этом, значит Библия дает мне право, полное право и уверенность полагать, что мы все можем быть там. Как-то тихо. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Доколе все придем в единство веры. И посмотрите. И познание Сына Божьего в мужа совершенного. Скажите вместе со мной, в мужа совершенного. Оригинал использует слово в человека совершенного. То есть, понимаете, это не говорится только о мужчинах. Человека совершенного, в меру полного возраста Христова. Обратите внимание на 14 стих. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром мучения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. И я хочу сделать ударение в этом стихе, в 14 стихе, только на первую фразу. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися. Посмотрите, друзья мои. То есть, мы с вами читаем такие крайности, такие параллели. Здесь он говорит в мужа, в человека совершенного. И для нас с вами, для некоторых людей, аж страшно употреблять эту фразу по отношению к себе. А может быть, это вообще гордость в человека совершенного. Но послушайте, друзья мои, Иисус, Он оставил небеса. Он пришел, если, когда мы читаем с вами, все согрешили и лишены славы Божьей. Вот до того, как мы не принимаем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, тогда мы входим вот в этот круг людей, которые согрешили все и лишены славы Божьей. Аминь. Когда вообще начинается спасение? Когда происходит спасение в жизни человека? Когда человек принимает Иисуса своим личным Господом и Спасителем. То есть, можно считать, что Иисус умер за всех, за весь мир. Можно? Но это еще не все. Можно считать, что Иисус был некой исторической личностью. Можно. Некоторые вообще считают, да, Иисус был. Ну, сложно отвергать те люди, которые более-менее верят фактам, верят написанному. Они понимают, да, Иисус был, но, видать, был каким-то проходимцем, которого вот, в чьи идеи куча народу верят. Есть некоторые, которые вообще не смотрят на все, что написано, и они говорят, его, возможно, вообще не было и не существовало на этой земле. Ну, послушайте, я сегодня не об этом. Я сегодня о том, что жизнь Иисуса во мне начинается только тогда, когда я исповедую его личным Господом и Спасителем. Когда я верю не просто, что он умер за весь мир, но когда я верю, что он умер за меня. Когда он пролил свою кровь святую за меня. И этого достаточно. И через это, после этого, мы должны понимать, что Иисус смотрит на меня через свою кровь. Иисус не смотрит на меня через то, что я делаю, он смотрит на меня через свою святую кровь, которая очистила все. Сегодня я хочу говорить о таких простых вещах. Серия проповедей, я назвал ее, как коробка передач. Так, знаете, чтобы мы могли ехать немножечко быстрее в нашей жизни. Потому что Библия говорит, дабы мы не были более младенцами колеблющимися. Потому что я смотрю на жизни некоторых людей, на жизни некоторых верующих людей, и они, к сожалению, могут оставаться там же. Знаете, их воз и ныне там. Или как в той песне. Потому что Иисус не спас нас просто, чтобы мы как-то влачили жалкое существование или, так сказать, боролись с какими-то постоянными нашими внутренними грехами или обстоятельствами. Нет, но Иисус, Он хотел, чтобы мы могли заквасить абсолютно все, да? Чтобы мы могли изменить все, чтобы мы могли повлиять на тех людей, которые окружают нас с вами в том числе. То есть Иисус не хочет, чтобы мы просто там, знаешь, пели песню там. «О, я бедный грешник, правда я таков, Боже, дай мне силы, дайте до могилы». То есть Он не хочет этого. Он хочет, чтобы наша жизнь, она на самом деле была наполнена им, наполнена Его присутствием, чтобы мы могли идти от славы в славу, от победы к победе. Почему? Для того, чтобы Он мог совершать в нашей жизни больше и больше тех вещей, которые Он хочет и желает. Почему? Потому что то, что я вижу в жизни, что есть определенные ступени, как в коробке передач, есть определенные ступени развития в жизни человека. То есть мы развиваемся, и Бог на одном этапе, Он может доверять одни вещи, но Он не может доверять всего. Да, эта история с Лестером Саммерлом, она очень сильно мне нравится. Почему? Потому что мне нравятся все истории, которые я читаю в Писании, мне нравится то, что я вижу в жизни мужей Божьих. И когда ему было 60 с лишним лет, он молился. «Господи, все, вот все, дай мне преемников, служения и так далее. Я хочу там, ну, все уже передавать, искать кого-то». И он услышал внутри себя, «Сейчас ты, наконец, готов к тому, к чему призвал я тебя». Послушайте, а что он делал все время до этого? Что он делал все время до этого? Он не покаялся в 57 или в 58 лет, чтобы в 60 лет это услышать. Он в 17 лет, если кто читал его историю, он в 17 лет уже был на миссионерских полях. Представляете, всю свою жизнь он посвятил служению Богу. И в 60 с лишним лет он услышал, «Наконец, сейчас ты готов к тому, к чему я призвал тебя». Поэтому я верю, что у Бога есть великое будущее для каждого из нас. Бог желает совершать большие вещи через нас, но Он хочет, чтобы мы так же менялись. Аминь. Посмотрите, друзья мои, я хочу сегодня прочитать эту... Это Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стих. Я, пока вы открываете, вкратце напомню, о чем здесь говорится. Это очень знаменитая глава. То есть, 4 глава рассказывает, как Иисус Духом Святым после крещения был призван в пустыню для поста. И после этого Он выходит в Евангелие от Луки. Мы слышим вот это вот великое заявление, которое совершил Иисус. «Дух Господень на мне», где Он провозгласил. То есть, начало открытого служения Иисуса Христа. До Он находился в подготовке. Здесь мы видим начало служения, открытие. И вот 16 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». То, о чем я хочу сегодня говорить и проповедовать, я хочу говорить о привычках. О привычках, о простых вещах. Сегодняшнее мое послание и проповедь, она очень простая, но не очень простая к исполнению. И посмотрите, друзья мои, Он говорит, «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему». По обыкновению своему. «Петр, мне кажется, ты либо сиди с дверью, либо закрой ее, а то ты ее так открыл и ушел». Все остальные пусть сидят. «Ты уж извини меня, что я тебе так открыл. А то я тут смотрю, у нас люди ближние уже куртки начинают одевать. Хотя мне тут жарко, честно скажу. Мне здесь жарко до сих пор. Вот, то, что мы видим. Посмотрите, друзья мои, что здесь написано. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний». То есть, вошел по обыкновению своему. О чем здесь говорится вообще? О чем говорится? По обыкновению, по привычке, по традиции. Представляете? То есть, по обыкновению. Я хочу сегодня говорить о привычках. Потому что привычки, то же самое, как тормоз. Тормоз, это же, ну, может же быть благословением. Но иногда это не всегда благословение. Да, почему? Потому что иногда это не дает возможность движению. И в нашей жизни есть либо привычки, которые помогают нам приближаться к Богу, либо привычки, которые, к сожалению, удаляют или удерживают нас от Бога. Посмотрите, друзья мои, я прочитаю еще одно местописание. Не буду далеко уходить. Здесь же, в Евангелии от Луки. Луки, 22 глава, 39 стих. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали ученики его». Посмотрите, и Библия, она использует такие слова, как обыкновения. Она использует такие слова, как привычки. В нашей жизни привычки, которые помогают нам делать правильные вещи. Ученые говорят, если верить ученым, ученые говорят, что более 40% в ежедневном, в повседневном хождении человек принимает решения автоматически, даже не задумываясь, даже не понимая, почему он делает те или иные вещи. Ученые говорят, что основная масса привычек, она закладывается в жизни человека до 10 лет. Понимаете? До 10 лет. И в дальнейшем это начинает влиять на жизнь человека. Интересно, однажды я как-то обратил внимание, я купил новый телефон, новый гаджет, и вы знаете, кто айфонами пользуется, у него есть там такая функция, чтобы сделать абсолютно все, что у тебя было на старой модели, чтобы у тебя было это на новой модели. То есть я перенес все, и я зашел в сафари для того, чтобы зайти на нашу церковную страницу, зашел на нее, кликнул, и она у меня долго-долго-долго грузилась. Я даже подумал, что у меня некоторые проблемы либо с телефоном, либо с интернетом дома. То ли оплата заканчивается, то ли что, то есть прям долго грузится. Потом я обратил свое внимание, что есть такое понятие, как кэш-память. Кто-то из вас слышал, да, это? Что такое кэш-память? То есть это изначально определенные страницы, ты загружаешь их в телефон, в интернет-браузер, еще куда-то. А затем потом, когда в следующий раз ты на них заходишь, она уже гораздо быстрее загружается, подгружается. То есть тебе не надо ждать, чтобы она все, она уже подгружает только лишь те обновления, которые есть. Знаете, что я увидел? Я увидел, что это так же, как в нашей жизни. То есть мы принимаем определенные поступки, мы делаем определенные поступки, определенные решения, даже порой не понимая, почему мы это делаем. Да? То есть, допустим, когда я пришел, я пришел в церковь. Я не знал, как поступать в тех или иных вопросах. Я был, знаете, ну, как слепой котенок. Я помню, пришел на похороны впервые после того, как я уверовал, и я не знал, как поступать. Просто, когда все кидают землю, и со словами «пусть земля ему будет пухом», я понимаю, земля пухом-то ему не станет. Затем мы пошли, было это время, поминки, общение. И там говорят, ты что, давай ради него, чтобы ему там лучше было. Давай, по сто грамм. Я думаю, мне от этого только хуже станет. Ему точно лучше от этого не станет. Думаю, где, какая связь, как здесь. Понимаете, то есть, и я не знал, как поступать в тех или иных обстоятельствах. И в нашей жизни есть определенные привычки, которые влияют до сегодняшнего дня на нашу жизнь. И мы порой не знаем, почему мы поступаем в тех ситуациях так или так. Мы порой не знаем, почему мы не имеем благословения в семье, почему мы не имеем на самом деле близких взаимоотношений с детьми, почему мы вроде бы делаем хорошие вещи, но по итогу имеем обратный результат. Почему? Друзья мои, есть привычки, которые мы призваны с вами закладывать в нашу жизнь. Мы ответственны за них. Послушайте, мы сотворены с вами по образу и подобию Божьему. Если мы берем человека, мы сотворены по образу и подобию Божьему. И когда Библия говорит, что мы сотворены по образу и подобию Божьему, это не говорит о том, что у Бога цвет волос такой же, как у меня. Это не говорит о том, что у него руки там такие же, как у меня, родинка там же или еще что-то. Это вообще не говорит об этом. Это говорит о свободе выбора. Это говорит о том, что Бог создал нас такими, что у нас есть свой выбор и ответственность за те поступки, которые мы с вами делаем. Аминь. И Бог, Он не вмешивается в эту территорию. Если мы говорим, если мы уже привели в пример компьютеры и компьютерную память, то если мы будем говорить языком компьютера, то когда Иисус пролил свою святую кровь на кресте и на Голгофе, так вот в небесном компьютере обнулилось все наше прошлое. Вот что произошло. Там обнулилось все наше прошлое. Апостол Павел говорит, что мы новое творение, все старое прошло, теперь все новое. Да или нет? Поднимите хоть один руку, кто-нибудь поднимите, что после покаяния вы забыли все, что раньше происходило в вашей жизни. Вы забыли. Не помнишь. Не помнишь, что было до покаяния. Просто день и все. Как детство проходило, как это, или это вера? Я понял. Может быть, еще кто-то есть? Может быть, все-таки есть такие варианты? Кому Господь ударил так сильно по темечку, что вы не помните дальше, что произошло? Но он говорит, что все старое прошло, теперь все новое. Аминь. Но заметьте, заметьте, старое остается с нами. Почему? Потому что Бог, Он настолько сильно ценит нас, Он так сильно любит нас, Он так сильно уважает нас, что Он не вмешивается в нашу личную территорию и личное пространство до тех пор, покуда мы не позволяем Ему быть там. Меняться в конкретной области. Понимаете, наше старое и наше прошлое, оно очищено в небесном компьютере, но в нашей жизни эти привычки остаются. И они влияют в том числе на наше будущее. Потому что, если вы посмотрите, то Библия даже говорит, что мы не имеем права забыть, откуда мы были взяты, когда мы были спасены. Поэтому нам память нужна в том числе, чтобы мы помнили, где нас Господь спас, где Он нас поднял. Но Бог хочет, чтобы мы на самом деле, мы меняли те привычки, которые есть в нашей жизни. Почему? Потому что эти привычки, они имеют далеко идущие последствия в нашей жизни. Ну, например, давайте возьмем пример, да? То есть мы говорим в церкви, молимся за Россию, говорим одни вещи, потом говорим о почитании старших, о уважении к родителям. Там и так далее, о благословении, о том, что никакое гнилое слово не выходит из уст наших. Приходим домой и перемываем кости, например, всем подряд. Скажите, что это? Это старая привычка? Это не небесная привычка, это старая привычка. Послушайте, она будет влиять на нашу жизнь. И она будет влиять на жизнь наших детей. Она будет влиять на жизнь тех людей, которые окружают нас. Привычки, они должны быть изменены для того, чтобы мы с вами могли на самом деле, могли вложить это христианство в поколение. Наш Бог есть Бог поколений. Аминь. Бог поколений, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он Бог поколений. Послушайте, эмоциональное христианство, это недолгое христианство. Я вижу людей, я вижу отдельных людей, вижу семьи, которые страдают от эмоционального христианства. Знаешь, то, о чем говорил сегодня Сергей во время пожертвования, такое чувство, как будто он начал мою проповедь проповедовать. О решениях. О принятых решениях. Знаешь, мы ничего, мы не сможем переживать присутствие Божьего. Мы не сможем переживать побед Божьих, если мы все будем делать на эмоциях, на вдохновении. Знаешь, сегодня меня вдохновили, сказали классное слово о пожертвовании, я сегодня дам. А завтра не дам. Послушайте, десятина, она вообще не связана с этим. Она вообще не связана, насколько круто сказали, насколько не круто сказали. Вы понимаете, о чем я говорю? Иисус по обыкновению ходил в субботу в синагогу. Там не написано, что когда вышло солнышко хорошо, после того, когда сошел на него Дух Святой. Нет, Писание говорит, что Он пришел в тот город, где Он был воспитан и по обыкновению пришел. Понимаете, есть определенные вещи, которые Бог хочет, чтобы мы так же заложили в нашей жизни и чтобы мы были примером, чтобы наша жизнь с вами была примером. Посмотрите, друзья мои, что говорит апостол Павел в первом послании Тимофея, в первой главе, 16 стихе. Он говорит, но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Послушайте, Иисус, Он говорит, что Он меня помиловал, чтобы я был в пример тем, которые призваны будут дальше к жизни вечной. Почему? Потому что от меня зависит. Либо я покажу людям пример, либо я покажу что-то другое. Понимаете, это от меня зависит. На самом деле время, оно быстро бежит, оно быстро утекает, когда мы смотрим на детей, которые вместе с нами находятся, и они просто даны нам на время для того, чтобы мы могли быть примером для них, для того, чтобы мы могли заложить правильные привычки в их жизни, правильные основания. Некоторые люди, они против привычек, но если вы посмотрите в жизнь апостола Павла, то его жизнь была полна привычек. Если вы посмотрите в жизнь других апостолов, их жизнь была полна оснований, привычек, Понимаешь, которые не зависят от эмоций, которые не зависят от обстоятельств. У нас вчера младшему сыну было 18 лет. Здесь вот не так давно один из сыновей старших уже женился и уже сегодня не живет с нами. Что это? Это продолжение, что мы делаем, но мы просто можем вложить что-то в их жизнь. Я помню, когда они подрастали, когда вот еще перед школой они у нас были очень спортивные. И дети здесь, да, вы знаете, что, ну, можете спросить, как говорится, у них это. Я помню, у нас были определенные устои в семье, привычки, которые сохраняются до сего дня. Когда они говорили, папа, нам надо на соревнования в воскресенье. Послушайте, это не так просто было отказать своим детям. Причем зная, что они могут там занять первое соревнование, первое место. Когда тебе звонил там, допустим, тренер и говорил, у нас выступление, у нас соревнование в воскресенье. Я говорил, извините, а у нас воскресенье церковь. Как Авель вчера выразился, хэштег холодное сердце, но он не про меня говорил. Ну, как бы, это не то, чтобы у меня холодное сердце. И правда вам скажу, мне тяжело давались такие вещи. Мне непросто они давались. Но на сегодняшний день я вижу плоды этого. То есть привычки, правильные привычки, это нелегко, это сложно. Когда ты можешь закладывать их в жизни. А именно для того, чтобы делать правильные решения. Решения, которые будут приводить тебя в его присутствие. Приводить тебя в новую атмосферу, чтобы мы могли нести его атмосферу. И мы говорили, воскресенье в церковь. Наши дети, они с детства слышали о десятине. Почему? Да мы знаем, что они не все время будут с нами. И они слышали о том, что когда речь идет о подарке, речь еще о каких-то вещах. Они знают, они научены об этих вещах, понимаете? Они слышат это. И это очень важно для того, чтобы мы с вами могли иметь здравые привычки в нашей жизни. Друзья мои, природа, она не терпит пустоты. Вы не можете избавиться от одного, не имея ничего другого. Не можете. Этого невозможно. Если вы посмотрите историю, где Иисус рассказывает этот пример об изгнанных бесах. Помните? И он говорит, этот бес, когда он изгнан, когда он спустя некоторое время приходит посмотреть, что там происходит. И если он видит пустоту, если он видит, что дом чист, выметен, он берет еще семь злейших и приходит туда. Аминь. Он приходит, то есть что? Для того, чтобы занять это место. То есть какую-то привычку, негативную привычку, которая есть в нашей жизни, мы можем заменить только тем, что мы туда насадим правильную привычку. Правильную привычку. Привычку молиться, привычку читать Библию, привычку благословлять людей, привычку смотреть через призму позитивного на людей. Послушайте, друзья мои, я вам скажу больше, что счастливая семья – это привычка. Это привычка. Я скажу вам больше, что то, что Библия говорит «плод духа», это привычка. Это не стихийное бедствие. А-а-а, давай сегодня сделаем кому-то что-то доброе. Нет. Поймите, это привычка. Это внутренний мир, когда ты принимаешь решение делать это. Когда ты принимаешь делать шаги, и из этого произрастает что-то большое и что-то великое. И Бог сможет совершать через себя гораздо больше. Почему? Потому что Бог ведет человека шаг за шагом. Помните эту историю? Я не буду ее сегодня открывать. Из Икиля, 47 глава, когда Библия рассказывает пример о том, как вода течет из-под храма. Помните? То есть, и это человек, который заходит, заходит по лодыжку, заходит по колено, заходит по пояс. То есть, это взаимоотношение. Мы увлечены Богом, мы принимаем определенные решения, мы имеем определенные привычки. И тем самым Бог на этом основании может сделать гораздо больше. Вы помните этот пример, когда в одной главе, в Деяниях Святых Апостолов, в 16 главе, там говорится несколько раз об этом, что апостол Павел, когда шел, он дважды был Духом Святым направлен в другую сторону. Помните? Но я всегда говорю, машину легче повернуть, когда она движется. Легче повернуть. У него уже было это основание, да, внутри. Проповедовать везде, идти на миссию всегда, служить. Как я говорил, помните, одно воскресенье назад, я говорил о времени. Что Библия говорит, что всему есть всякое время под солнцем, да? Апостол Павел говорит, что настой во время и не во время. Для Евангелия есть всегда время. Всегда. И он понимал, что есть всегда время. И поэтому он шел, он двигался. Понимаете? И мы видим, как эти изменения, они происходили в его жизни. Всегда Богу легче что-то строить на определенном уже основании. Некоторые люди говорят, знаешь, там, я иногда слышу, Бог меня, Бог вот побудил меня поститься 40 дней, 60 дней. Знаете, когда человек до этого ни разу не постился, ни одного дня, ни три дня, я говорю, что будь внимателен, 99%, что это не Бог. Понимаете? Почему? Потому что у всего есть определенные ступени, ступени развития. Или когда человек говорит, а Бог меня призвал там к бдениям на три дня, к бдениям и молитвам. Если человек не проводит ежедневно хотя бы 10, 15, 20 минут в молитве, вероятность велика, что это не Бог. Потому что я слышал, что после таких бдений уже люди там видят ангела в белом и так далее, и там заканчивается это непонятными вещами. Послушайте, мы растем шаг за шагом. Есть определенные привычки, которые, они пришли, они пришли с мира, и мы даже, мы порой даже не понимаем, почему они пришли. Да, то есть, ну, какие-то, какое-то поведение негативное, какие-то эмоции там негативные, еще какие-то, которые вспыхивают от каких-то вещей. И мы призваны, послушайте, Бог, Он не ворвется в эту территорию, в наше личное пространство. Он сделал для нас все, и Его крови достаточно. С этими привычками призваны мы разбираться. Мы призваны насадить там правильные привычки. Смотрю на некоторых людей, ну, конечно, это не о вас, это обо мне. Там, знаете, там, когда люди пытаются там скачать, например, музыкальный альбом за бесплатно. Я так же делал когда-то. Там, скачать где-то книгу за бесплатно. Да послушай, ну, кто-то трудился, кто-то делал это. Слава Богу, мы уже научились в метро ходить за жетончики, понимая, что это воровство, да? Или кто-то до сих пор по ровозикам ходит, перепрыгивая через какие-то... Понимаете, то есть мы понимаем, что вроде бы в метро войти, или в автобусе проехать, или вы в автобусе едете до сих пор, пронесет, не пронесет. Подойдет кондуктор или не пройдет, а я не езжу в автобусе. Я бензином на халяву заправляюсь. Послушайте, на халява это нищенское мышление. Бог хочет вывести нас из Египта в землю обитованную. И мы порой держимся за эти... О, сто рублей, держимся за этот Египет. Да он говорит, отпустись ты от него, иди в землю обитованную. Понимаешь, мы порой пытаемся там зайти на какие-то семинары бесплатно, а вось проскочит, а вось денег не попросят, а вось не надо будет зарегистрироваться, а вось не увидят еще какие-то... Что это? Это мышление, которое сидит здесь, и мы не сможем войти в землю обитованную. Если вы посмотрите, если мы будем внимательны, то когда народ израильский выходил из Египта, и Бог ввел его в землю обитованную, когда Бог давал им заповеди, это Он насаждал в их жизни что? Привычки. Он насаждал в их жизни правильную привычку. Помните, что происходило с субботой? Бог говорил, в субботу надо отдыхать. Собирать ничего не надо, надо отдыхать. И Он прививал им эту привычку. Многие что делали? В субботу выходили собрать манну, а манны не было. Многие в пятницу хотели собрать манны на два дня, а она гнила. Понимаешь, то есть вот эта природа Божия, Он прививал привычку. То есть если на сегодняшний день ты не будешь иметь привычку отдыхать, понимаешь, даже Бог в седьмой день отдыхал, если ты не будешь находить время в твоем жизненном графике отдыхать, то ты можешь сгореть для Бога, для людей вокруг, и для себя, и для своих родных и близких. Понимаешь, что это? Это привычка, которую Бог насаждал в их жизни. Поэтому я знаю, что Бог хочет вести нас гораздо дальше и гораздо глубже. Ты думаешь, а, надо вот этот день поработать, надо еще что-то. Послушайте, мы читаем с вами в простых элементарных вещах. Иисус по обыкновению Своему пришел в синагогу. В другом месте мы читаем, по обыкновению Своему пришел на гору Елеонскую для молитвы. Послушайте, сегодня мы с вами находимся в октябре месяце. Мы празднуем 500-летие реформации. Но что реформация дала? Реформация принесла Евангелие людям. То, что каждый человек может и должен читать. Евангелие. Библию он должен читать. Каждый человек призван быть священником там, где он есть. Поэтому что это? Это кто-то из вас пробовал читать Библию на вдохновение? Да, не так много людей после такой проповеди поднимут руки. По вдохновению. Скажите, как часто Библия по вдохновению читается? То есть вы понимаете, о чем идет речь, да? Это определенные шаги, которые мы должны привить в своей жизни. Когда мы должны привить молиться, когда мы должны привить читать Библию, просто 2-3 главы в день, 20-30 минут посвятить для этого. Просто взять 90-100 дней вперед и сделать решение, что я каждый день, независимо от всего, я буду читать Библию и не просто буду читать ее. Я найду время для того, чтобы поразмышлять о том, что я прочитал. Когда мы можем закладывать основания. Аминь. Один из лучших генералов, считается лучшим генералом в Соединенных Штатах Америки, который тренирует эту команду морских котиков, в его подразделении там люди творят невозможное. Люди по несколько десятков километров в ночь переплывают, заливы по океану, то есть среди акул, скатов и всего этого, то есть просто творят невозможные вещи. И когда он начал однажды свое выступление, он сказал, большие, великие вещи начинаются с маленькой привычки заправлять кровать. Понимаешь, большое, великое что-то начинается с малого. Когда ты берешь малое что-то, когда ты закладываешь малые привычки, когда ты верный в исполнении в чем-то, когда ты верный, понимаешь, когда ты верный в хождении в синагогу, когда ты верный в молитве, когда ты верный в добрых вещах, когда ты верный в десятини, когда ты верный, вы помните ту историю с добрым самарянином, помните? Я не буду ее читать, но я вам хочу сказать, что это привычка. Это не стихийное бедствие, что он решил помочь этому доброму самарянину. Это привычка, потому что он сказал, что даже если вы и стратите больше, я вернусь и возмещу. Послушайте, Бог, Он хочет создать, Он хочет сделать из нас совершенного человека, как Он говорит об этом. Аминь. Он хочет, Он желает этого. То, что мы с вами прочитали, посмотрите, послание к Ефесянам, то, что мы прочитали с вами, Он говорит, «Доколи все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова». Аминь. Когда мы начинаем, когда мы отказываемся от этого какого-то нищенского мышления, нищенского менталитета, когда мы становимся верными, я вернусь еще раз, то есть скажу, когда люди там пытаются с книгами и еще что-то, друзья мои, рассматривайте это как благословение. Рассматривайте это, что вы просто кому-то пожертвовали, кого-то благословили. Сто рублей, триста рублей за хорошую книгу, за то, что за хороший альбом и то, что люди в дальнейшем, ну, если тебе нравится эта музыка для поклонения и еще для чего-то, это же классно для тебя. Ты благословлен, а человек сможет дальше трудиться, дальше сможет работать, дальше сможет писать. Когда мы делаем какие-то вещи, когда мы вкладываемся, рассматривайте, когда вы приобретаете книги, не рассматривайте, что вы купили книгу, потратили деньги. Рассматривайте это как благословение, что вы благословили кого-то. Тот человек, который написал, вы просто, вы, возможно, его даже не знаете, но вы просто участвуете в его жизни, благословили его. В чем вопрос? Поймите, Бог хочет нас вывести из этого рабства, Бог хочет привести нас в мужа совершенного. Он хочет насадить в нас правильные привычки, чтобы они не тормозили нас во взаимоотношениях с Богом, но чтобы мы могли переключиться и поехать с Господом на полной мощности. Аминь. Давайте мы помолимся. Господи, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Боже, за это время. Спасибо Тебе, Господи, за Твое Слово, Слово с небес. Мы верим, Господи, что Ты меняешь каждого из нас, Ты преображаешь Божию. И пусть это Слово, оно произведет Твою работу в жизни каждого из нас. Пусть оно совершит, пусть на самом деле мы будем новым творением, с новыми привычками, с новыми взглядами, Боже, следуя за Тобою и быв увлеченными Тобою в каждом дне во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, драгоценный Господь. Спасибо Тебе за эту привилегию следовать за Тобою во имя Иисуса.